Здравствуйте дорогие подписчики моего ютуб канала, с вами Константин, мы продолжаем проходить мастера меча онлайн Fatal Bullet. Это у нас вторая серия и прежде чем ее начать я решил заново по-быстрому пробежаться, чтобы создать другого персонажа и другого помощника. Потому что в прошлой серии, ну как вы помните, помощника я создал вообще близнеца, потому что никто не предупредил, что мы создаем вообще другого персонажа. И второе, я подумал, что действительно, как правильно вы заметили, мы в кой-то веке не отыгрываем сюжет Кирита, а играем своим собственным персонажем. И по сюжету мы у нас тоже, Кирита существует сам по себе отдельно, так же как Асуна и другие, спокойно, вот, и другие персонажи. Поэтому я решил создать заново персонажа и создал женского персонажа, подумал, что за ней будет более приятно, наверное, наблюдать, когда будем отыгрывать своего персонажа. Ну не знаю, как-то так, вот захотелось. Так и оставим. Девушку, соответственно, в смысле помощницу, вот эту Эфинас, я тоже сделал девушке, потому что голос у нее, я сравнил голоса, ну как-то поприятней. А поскольку говорить, судя по всему, она будет очень много, потому что нам еще у нее проходить и проходить определенное обучение, то как-то так. Вообще она смотрится довольно забавно. Ладно, давайте теперь осматриваться. Я в прошлый раз закончил в этой же комнате и не успел даже ее осмотреть. Итак, здесь у нас данные настройки. Эти настройки позволяют сохранить текущую картину, параметров, изученных умений, выкладку снаряжения и прочего, чтобы могли легко беспреключаться между разными стилями игры. А, то есть ты сохраняешь для себя, я понял. Так, данные настройки один. Но они у нас пока что так и есть, мы пока ничего другого. Так, умения. Умения сначала у меня, кстати, у Финнес тоже можно смотреть. А, у меня 30 очков, которые можно, наверное, потратить, я так полагаю. Концентрация. И выскочка. Что это такое? Некоторое время враги чаще выбирают вас с целью. Это то, что у меня уже изучено? Или то, что еще нужно изучать? Или то, что я могу изучить? Нет. А почему я вот это? А, требования. Требования скорость 3. А у меня сейчас характеристики не позволяют. То есть определенные умения требуют определенные характеристики. И я смотрю, в принципе, характеристик довольно много. И я рад, что это в кои-то веки у нас... Правильно. Не обычная ветка с умениями на способности определенного оружия. Потому что всегда было только так. Ну, не считая магией, властонкой в последнем. Так, и я смотрю, у нас умения разные, в зависимости от оружия, которым мы будем пользоваться. Пистолеты, дробовики, УЗИ, калаш, снайперский мини-ган, гранатомет. О, у нас даже можно меч, либо ствол и меч. Слушайте, это вот прям прикольно. Так, а что у нас у Эфинос? Тут, в принципе, все то же самое. То есть, за набор умений. Теперь посмотрим. Всяло у себя. Здесь мы переставляем вот эти умения. О, у меня есть исцеляющая пуля. Выстрел, который восстанавливает очки здоровья союзника. Ну, вообще, это полезная вещь. Больше у меня пока ничего нет. А пока больше ничего нам не нужно. А, ну это если мы будем с пистолетом. А если у нас будет другое оружие в руках? То есть, под каждое оружие у нас будут особые способности. Хорошо. Так, что у нас есть у Эфинос? Я также сейчас... Что значит? И? Искусственный этот? Исцеляющую пулю так и сделаем. Пускай тоже будет у нее. Тактический кувырок. Так, набор устройств. Что это такое? Устройства. Ничего пока что нет. Ладно. У Эфинос. То же самое. Хорошо. Настройки персонажа. Здесь можно сменить внешний вид, но нельзя сменить пол. Как нас уже предупредили. Не будем ничего менять. Да, у нас все нормально. Так. Все. Осталось как есть. А то я кто-то там испугался, что показали. Не, все нормально. Все хорошо. Так. Что у нас тут? Изучить. А, это видеоролики, которые мы просмотрели. В том числе и даже заставочку можно посмотреть. Материалы. Я понял. Ну, галерея. Так сказать, для общего развития. Хотя я, в принципе, никогда галереей не пользовался. Ну, не знаю. Возможно, вещь полезная. Ну, как. Ну, это для фанатов. И вообще, как бы, если ты хочешь в игре. Так. А здесь у нас как раз-то это склад, чтобы складывать оружие. И я понял. Ладно, погнали. Куда хотите направиться? Ну, в Гокену мне пока больше никуда и нельзя. Нас там ждут. Куреха нас там ждет. Хочет провести для нас экскурсию по городу. Я знаю, что многие уже пишут довольно отрицательные отзывы на эту игру. Но я буду, скажем так, составлять свое собственное мнение. Пока мне все нравится. Все будет зависеть от того, как будет все протекать, когда откроется свободный мир. Если вообще будет здесь свободным. Так. У нас есть мини-карта. Еще что-нибудь у нас есть. Кстати, я почему-то так и не смог настроить мышь. Не знаю. В настройках нет ни одного параметра, который за это отвечает. И мышкой я все время могу только вот по горизонтальной линии водить. И все. Вверх и вниз никак. Я не знаю почему. Ну, да ладно. Мне, в принципе, и на геймпаде это вполне себе нечеток. Может, не так быстро целиться буду, но все-таки. Прекрасная мысль. Заставить меня ждать так долго. Совести у тебя нет. Ну же, поторапливайся. Давай для начала осмотрим вон ту зону. Хочешь узнать про мир ГГО? Ну, давай. Давным-давно в этом мире проходили космические войны. Бои. От многих городов остались одни руины. Многие технологии были утеряны. Этот город Глокен построен из обломков космического крейсера. То есть, по сути, это нагромождение утерянных технологий. Ты можешь купить здесь кучу оружия и снаряжения, но самое сильное оружие и редкие предметы можно получить только, одолев врага или выполнив задание. Стратегические данные можно найти на разных форумах. Но самые последние интересные новости всегда в городе. У важных мест, связанных с прохождением задания, есть свои отметки, которые подскажут, куда идти и с кем поговорить. На экране задания в главном меню можете указать, какие отметки показывать в игре. Чтобы идти отметки, откройте в главном меню карту и посмотрите районы. Ну ладно. О, как-то долго думал. Ну ладно. О, она туда переместилась. Сегодня я покажу тебе окрестности, но ты уж постарайся все запомнить. На Глокене легко заблудиться. Эй, что это у тебя? И Финс? В аренду, да? Они довольно дорогие. Я тип Икс. И я ни за что не стану брать оплату с хозяина. Что? Первый раз вижу тип Икс. Так они действительно существуют? Вот это да. А можно сделать скриншот? Ого, настоящий тип Икс. Я думал, что это невероятно высокопроизводительный и просто выдумка. И как они? Кроме того, что я обладаю непреждаемым набором мнений, не отличаясь еще редкостью и интеллектом. Обалдеть. Как здорово. Откуда у тебя такое чудо? Я дам тебе 100 тысяч кредитов, если расскажешь. Как тебе? Прошу прощения. Это и Финс Тип Икс, не так ли? Я как раз торгую редкими предметами. Если это Тип Икс, то ты наверняка запросишь 30 миллионов кредитов. Думаю, это справедливая цена. Что скажешь? 30 миллионов? Это же 300 тысяч иен. Не за что? Я принадлежу моему хозяину. Правда ведь хозяин? Послушаем другие варианты. Ладно, не будем уже обижать. Мой Финс не продается. Конечно. Мой хозяин ни за что меня не продан. А жаль. Дай знать, если передумаешь. Понятно. Ну, как похоже, мы действительно обладаем редкостью. Так. Что дальше ты мне расскажешь? Здесь всегда что-то происходит. Лучшие места для сбора информации не найти. Почему в ГГО так много парней? Игроков девушек сейчас больше, чем было в начале. Но все же. Так. И что здесь? Задание можно получить или что? Это торговый терминал. Выбор не очень большой, но здесь и есть. Здесь все, что может понадобиться новичку. Давай подойдем туда. Мне кое-куда нужно отойти. А ты пока здесь можешь осмотреться. Если захочешь, я помогу тебе с покупками. Я покажу тебе, что к чему, хозяин. Серьезно? Ты не можешь использовать оружие, которое превосходит твои характеристики. Тебе нужно планировать расходы и ничего не тратить пустую. За покупками пришли? Вы же знаете, что в магазине НИП ничего интересного не найти. А у меня есть несколько редких предметов. Могу сделать скидку. Какой приятный человек. Большое спасибо, господин. Не стоит благодарности. Сколько у вас времени? Брось эту затею. Твои недоделанные соображалки вас как липко отберут. Как грубо. Мои аналитические способности совершенны. Господин номер два. Господин? И почему... Это номер два. Если вы так самоуверены, не буду вам мешать. Но эти пройдохи обобрали немало новичков. Я не против, чтобы игроки использовали информацию в честной игре. Но если у новичка забрать все кредиты, то он окажется в незавидном положении. Мы все здесь любим оружие и перестрелки в ГГО. Можешь прекратить этот цирк и отвалить по-хорошему. Хуже быть не может. Меня раскусил базальтовый Джо. Ладно, ты победил. На этот раз. На этот раз? Ну и ну. А ты трудный тип. Что-то случилось? Только не говори, что вы торговались другими игроками. Торговля с неблагожелательными продавцами до добра не доведет. Нас чуть не облапошили. Господин номер два нас спас. Господин номер два. Эй! Хватит! Меня зовут Базальтовый Джо. Вы похожи на приличных людей. И я не мог не вмешаться. Как странно. Те, кто любят оружие, не могут быть такими плохими. Мне кажется. О! Отлично сказано! Не могу не согласиться. И правда, те, кто любят оружие, не могут быть плохими. Может, тот игрок с алчным и алчной торговой, но в глубине души он добрый. Хуже всех мечники. Особенно те из них, кто вечно окружен девушками. С ног до головы в черном? Ой, кажется, я заболтался. Нет ничего хуже, чем парень, который не умеет держать язык за зубами. Увидимся. Понятно, о ком он говорил. Рада, что он спас нас рейн. Я уже видела Базальтового Джо в рейтинге игроков. Он прям идеальный стрелок ГГО. Так-то он похож на какого-то господина, но на деле он хороший парень. Так и есть. Он типичный игрок ГГО. И, иначе говоря, он очень целеустремен и жутко непопулярен среди девушек. Понятно. О, здесь можно разговаривать с ними. Какая прикольная дама. Смотри, у нее каска. Я тоже хочу такой костюм. Так. Ну ладно. Давай посмотрим, что у нас тут. Магазин оружия. Что мне купить? Сколько у меня денег? У меня денег 20 тысяч. Что я могу купить на 20 тысяч? Шиш с маслом, да? Это только пули. Пистолеты тоже под таким нормальным ценам. Боеприпасы. Одежда. Боевая куртка. Кстати, смотрите. Одежда делится на мужскую и женскую. Морской бикини. Ха-ха. Полтора миллиона. Прикольно. А как-нибудь можно вообще это посмотреть? Это просто забавно. Повязка лента. Металлическая заколка женская. Повязка с цветами. Очеки в толстый оправе. Слушай, я смотрю, тут довольно забавных много предметов. Не знаю, пока нормально. А что можно продать? Да бог его знает. Кстати, у меня какое-то оружие есть. Необычное. Я так полагаю, что его нужно идентифицировать. И, кстати... Ай, ну это, конечно, мой финанс. Ладно. Ну ладно. С этим разобрались. Я хотел сказать, что еще за дама тут. Привет. Давно не виделись. Хотя, если задуматься, не так уж и давно. Ицуки, кажется. Рад, что вы меня вспомнили. Со мной нужно говорить без этих формальностей. Мы, наверное, примерно одного возраста. Я всегда довольно дружелюбно ко всем отношусь. Куча девушек уверена, что я к ним подкатываю. Шучу. Но в каждой шутке есть доля шутки. Так или иначе, я хотел кое-что спросить. Зачем нужно было спасать Эфинас? Это ведь просто нибудь. Я нашел видеозаписи турнил и посмотрел бои некоторых участников. Все шло к тому, что ты будешь сражаться с Кирито. Но в последний момент ты бросаешься защищать Эфинас. Я понимаю, это уникально редкий предмет, но если бы тебя убили, он бы тебе все равно не достался. Значит ли это, что уже тогда было решено, что ты будешь хозяином Эфинас? Из всех участников турнира тебя, я понимаю, меньше всего. Интересно, почему. Не люблю сентиментальные истории, но твоя мне интересна. Расскажи, пожалуйста, как так вышло. Похоже, и причины-то не было. То есть это был просто рефлекс? Без задней мысли. Прошу прощения. Сначала мне стоит извиниться. Я просто очень хотел узнать ответ. Спасибо за прямоту, без лжи и преувеличения. Ты хороший человек. Так вот, ты где хозяин? Курех тебя везде ищет. О, так вы чем-то заняты. Прошу прощения, до встречи. Ох, чувствую, еще подкидет нам он еще порося. Так, где куреха-то? А, вон она. Я могу как-нибудь здесь ускориться? Я даже прыгнуть, прыгать здесь не могу. Ну вот, это почти все магазины в блоке. Конечно, есть и неприятные типи, но в целом здесь интересно, правда? Есть еще много разных магазинов и торговцев информацией. Но мне кажется, что их лучше исследовать в одиночку. Мы только один раз здесь все обошли, но нагуляться, кажется, успели. Чем займемся теперь? Может, сходим в кафе? Хозяин, у тебя новые сообщения. От Кирита. Освабиваешься в ГГО? Я высылаю тебе мой домашний адрес. Приходи в гости, как будет время. Куреха и Финнес, конечно, тоже приглашены. Асана и остальные все время просят меня вас пригласить. Мы будем очень рады вашему визиту. Звучит неплохо? Давайте сходим. Ну, у нас, похоже, пока что тащат только за ручку. Ну, да ладно. Я, в принципе, не против, лишь бы это было не очень долго. Мне почему-то нужно куда-то прямо рядом со мной здесь место. Это есть тут сам адрес? Что такое? Хотите туда направиться? Ваша комната или комната Кирита? Ну, давай в комнату Кирита. У меня все равно пока и денег нет, ничего покупать. Хотя мне нравится кастомизация персонажа. Даже создание персонажа довольно под... Добротно сделано, честно. А вот и мы. Кирита здесь? Привет. Заходите. Надеюсь, вы легко нас нашли. Эй, Фан Винчи, как раз вовремя. Мы только собрались. В прошлый раз мы не представили друг другу. Давайте сделаем это сейчас. Хорошо. Чур, я первый. Меня зовут Лизбет. В ГГО я занимаюсь модификацией оружия. Ну, как обычный кузнец. Да, и знаете, если захотите усилить свое оружие, правда, я работаю не бесплатно. Обдираешь новичков, да? Вы с ней поосторожней. А не то она обведет вас вокруг пальца. Эй, я не какая-то там жадная торговка. Я первоклассный мастер. И цены у меня вполне разумные. Меня зовут Лифа. Мне кажется, мы отлично поладим. Я специализируюсь... Ну, в том, чтобы летать по небу быстрее всех. Понятно. Как фея быстрого полета. По крайней мере, звучит именно так. Летать по небу? А, ты говоришь право? Точно. Раньше мы играли в VR-ммо, который называется Alphame Online. Это фэнтези. Там игроки могут стать феями и летать по небу. Хотя, конечно, в этом мире пушек тоже весело. Понимаю тебя, Лифа. С недавних пор я пользовалась только мечами и магией. Но эта игра теперь бодрит. Я Силика. А это мой друг Пина. Чирик. Пина один из недавно введенных игру питомцев. Они довольно редки. Откуда он у тебя? Питомца я принесла с собой, когда конвертировалась. Пина это редкость. Но не из мира, а Гангейм онлайн. И все равно. Так здорово, что у тебя есть питомец. Не так много людей заводят здесь питомцы. Иногда я ловлю себя на мысли, может быть, я сегодня не буду обедать, то смогу купить эти патроны. Ах, и не говори. Когда речь за хоть в настоящих деньгах, траты в игре бьют все рекорды. Иногда ловлю себя на мысли, может быть, я сегодня не буду обедать, то смогу купить эти патроны. И набегает немало. И правда. Даже охота за редкими предметами может недешево обойтись. Игроки в ГГО согласятся на любое оружие. И если оно редкое. А питомцы жутко дорогие. Кажется, они скорее для высокоуровневых игроков. Что-то вроде послеигрового контента. К слову сказать, у меня такое ощущение, что пина ест больше обычного. Черик, черик. Тебе правда так хочется есть пина? Ой, простите меня. Я возмещу стоимость корма для пины. Давайте лучше еще повеселимся. Приятно познакомиться. Ну, взаимно. А это... Синон. Полагаемая специализация снайпер. Приятно познакомиться. Синон один из лучших снайперов в игре. Она может попасть в цель с трех тысяч метров. Три тысячи метров? Это невозможно. Вроде бы снайпер обычно стреляет с тысячи метров. Это да, но умением игрока можно добиться и большего. Хотя это практически невозможно. Какая миленькая. Я не знал, что бывают такие маленькие персонажи. Мне говорили, что бывают женские персонажи, ростом около 150 сантиметров. Но... Привет. Я Юи. А вы те самые игроки, с кем дрались? Моя мамочка и папочка, да? Твой папочка. А, Юи. Наша с Асуной дочь. Вы с Асуной женаты? Спрашивают про реальный мир. Конечно, невежливо, но мне жутко интересно. Скажем так. Господином меня еще называть рановато. Мне до этого еще расти и расти. Ах, Кирита, давай им расскажем. Ну да, почему бы и нет. На самом деле Юи это искусственный интеллект, который заходит в игру с мне. Администраторам об этом, конечно, нельзя рассказывать. Ого. Неожиданно. Значит, Юи не человек? Да. Она похожа на человека, но на самом деле она искусственный интеллект, как и Финус. Она так похожа на других игроков ГГО, если следить по ее характеристикам. Мы создали новую учетную запись, чтобы протащить ее в игру, и нам каждый месяц приходится за нее платить. Я не очень понимаю, что это значит, но ясно одно. Я еще многого не знаю, прошу научите мне всему, что знаете сами. Конечно, Финус. Я уверена, что мы мгновенно подружимся. Мы встретили их в другом и в другой игре. С тех самых пор это наша любимая деточка. Ясно? Я удивилась, что Юи ваша дочь, но при этом искусственный интеллект, приятно познакомиться с Юи. Да, взаимно. А, еще мы с Асуиной женаты. По крайней мере, по системе той другой игры, в которую мы играли. Хотела бы я, чтобы у ГГО тоже была система семейных отношений. Увы, но это не того типа игра. Эй, вы нас представляете, вы все собираетесь или как? О, простите, забыл. Кирито, ну ты чего? Ты всегда к нам подшиво относишься. Прости, прости. Вот это здоровяк Эгель. Приятно познакомиться. Прости, что пытался купить твою пушку. Кстати, все уже видели объявление за Скар по поводу ЮФГ. Кажется, ЮФГ скоро появится в игре в качестве редкого оружия. И тогда я сразу ее куплю. Расскажешь мне, что к чему с этой пушкой? Самое лучшее осталось напоследок. Ведущий игрок. Меня зовут Клянь. Я душа всей компании. Они все на меня равняются. Главное, заводила. В ГГО у меня нет отбоя от девушек. Их взгляды провожают меня, куда бы я ни пошел. И им еще может повезти. Я как раз ищу новую подругу. Клянь. Поверить не могу. Но зачем ты несешь всю эту чушь? Серьезно. Больно смотреть. Но спасибо. Может хватит? Вон ящий взгляд меня пугает. Ну, вроде все. У нас есть еще несколько друзей. Но с ними мы встретимся в другой раз. Как называется твой отряд, Кирита? Я не создавал отряд. Мы просто собираемся в группу, когда они обсражаться. Мы так давно знакомы, что система отрядов нам не нужна. Вы все и в реальности дружите? Да, во много игр игр играли вместе. Но это всегда были игры с мечами и магией. Но пострелять нам тоже всегда хотелось. И мы решили все вместе конвертироваться в ГГО. Но ты ведь используешь меч, и здесь Кирита. И пистолет тоже. Правда, только как дополнительное оружие. Но да. Ты все еще не добрался до самого главного, Кирита. А, точно. Ты ведь и так давно играешь в ГГО. Мы расскажем, как устроена система и как работают умения. Вечеринка прошла замечательно. Думаю, все хотят узнать тебя поближе. Мы бы хотели еще пообщаться. Разве не здорово? А, панвинчи. В ГГО есть несколько уникальных систем, и у этих ребят можно многому научиться. Все наши друзья здесь в городе. Если увидишь кого-нибудь, смело подходи. Наверняка узнаешь что-нибудь интересное. Ну, хорошо. Уроки Гурехи нам дали еще 3000 кредитов. Я покажу тебе Глокен. Этот город похож на лабиринт. Покажу самые необычные магазины из заковулки. Прости, я уже провела небольшую экскурсию. Правда, необычных магазинов я здесь не знаю. Да? У меня тоже нет умений, с которыми можно что-нибудь смастерить. А давайте сходим в казино. Мы можем сорвать куш в одной игре. Кирито, перестань, не втягивай их в это. Ладно, ладно. Тогда как насчет Мэрии? Я уже все показала. Я могу показать, как пользоваться терминалами. Через них можно получать задания и регистрироваться на турнирах. Отлично решено. Я покажу тебе, как все устроено. Ладно, обучение продолжается. Что ж делать? Я правда надеюсь, что это будет последняя серия, где у нас идет еще сплошное обучение. Хочется уже ворваться, пострелять, поиграть, посмотреть. В Мэрии есть терминалы, с помощью которых можно получать задания. Здесь же находятся телепорты. Через них можно попасть на поле боя. До большого обновления нужно было самостоятельно регистрироваться на терминале. Теперь это может делать и Финус. Параметры легко проверить. Итак, во-первых. В этом меню можно выбирать групповые задания. Ты собираешь группу и сражаешься с сильными врагами. Думаю, сперва мне надо повысить уровень. Не переживай, я с удовольствием составлю тебе компанию. Пригласишь меня в группу. Через тот терминал можно покупать оружие и патроны и принимать задания. Я дерусь фотонным мечом, поэтому у меня патроны обычно не заканчиваются. А вот тебе стоит за этим следить. Свой рейтинг призов ты можешь узнать у Эфинос. Призы ты получаешь в зависимости от того, насколько эффективно ты проводишь бои. Призы можно получить по возвращении на Глокен. Чем выше твой рейтинг призов, тем больше улучшений ты получаешь. Так что, когда убьешь нескольких монстров и соберешь несколько предметов, прыгай и инициативу и поговори с Эфинос. И под прыгай инициативу я имею ввиду, подойди и просто поговори с ней. Не будь как Кляйни. Стоп, так за Эфинос можно приударить? Мои друзья так говорят. Когда речь идет о Кляйни, никогда не знаешь, чего ожидать. Это основные функции мэрии. Ты ничего не потеряешь, если время от времени будешь выполнять задание. А вот и Синон и остальные, давай с ним поздороваемся. Уверен и с удовольствием ответят на любые твои вопросы. Здесь все готовы тебе помочь. Вы можете принять задание на совместную сетевую игру, поговорив с ним в фойе мэрии. В этих заданиях могут объединиться до 4 игроков с их андроидами Эфинос, то есть до 8 участников. Для схватки с особенно сильными врагами Эфинос можно включить и выключить перед началом задания в меню настроек. Если присутствует менее 4 реальных игроков, в команду можно добавить НИП. Вы также можете пройти подобное задание в одиночку с командой 7 НИП. Вы можете принимать сетевые пвп задания, поговорив с ним в фойе мэрии. В ходе этих заданий две команды игроков соревнуются между собой, стараясь нанести максимальный урон боссу. После матча вы получаете медали за ваш ранг, повышается и понижается в зависимости от того, выиграли ли вы или проиграли. Сражайтесь отчаянно и докажите, кто лучший игрок в ГГО. Гвайвер и ГОФ, собирайте предмет, зарабатывайте награды. Ну понятно. Ну, Кири, то очнись. Так, нам снова дали в какой-то Вики свободу действий. Костюмчики такие прикольные, мне нравятся костюмы. Поговорите с Кляйном, Стрей, Фили, Юки и Рейн. О, опять со всеми нужно разговаривать. Так. О, тоже прикольный костюм, еще и с повесткой. Кирито! О, это же Кирито! Как здорово, что мы встретились! Пора тебя потискать. Стрея, полегче. Ну ты чего? В чем дело? Ты же знаешь, как я тебя люблю. Стрея, мы здесь не одни, успокойся. Конечно, ты заставляешь всех краснеть. Дружелюбие это здорово, но если тебе у Витаса, но тебе не задобровать. Юки, хватит меня упрекать. Как дела, Кирито? Мы вот с боя возвращаемся. О, это тот человек, про который я вам рассказывал. Игрок, которому удалось заполучить Эфинос. Приятно познакомиться, я Фанвинчи. Ого, увезти сокровища у Кирито из-под носа не каждый сможет. Приятно познакомиться. Я Филия. Я охотник за сокровищем, я надеюсь тоже когда-нибудь найти Эфинос ТПХ. Но пока что мне не везет. Это потому что мы редкие. Привет. Я Стрея. Друзья Кирито, мои друзья. Надеюсь мы сможем подружиться. Мы уже виделись Оасана на вечеринке. Позволь еще раз представиться. Меня зовут Юки. А у тебя интересное оружие? Как оно работает? Можно мне попробовать? Юки. Мы же только что ходили сражаться. Кстати, я Рейн. У меня сейчас много дел в реале, поэтому я не так часто здесь бываю. Но если вдруг увидимся в игре, мы всегда можем поболтать. Я слышала, что у Кирито и Асаны появились новые друзья. Очень хотела познакомиться с вами. Да, и я. Если когда-нибудь попадешь в беду, дай мне знать. Я буду рада протянуть руку помощи. Обязательно учту это предложение. Кажется, они хотят присоединиться к твоей группе. Уверен, ты сможешь многому у них научиться. Они будут очень полезны в будущих боях и разведывательных походах. Спрашивай обо всем, что тебе интересно. Я в принципе уже понимаю прекрасно, что выбор, который мы делаем во время диалогов, не влияет ровным счетом ни на что. То есть, если вы заметили, что разговор про Кляйна был, я вообще-то спрашивал одно, а мне ответили на второй вариант ответа. Так. Давай с тобой поговорим. Привет, Фалинчи. Знаешь что-нибудь про награды? В самых общих чертах. За победу над несколькими некоторыми игроками ГГО объявлена награда. Хочешь, вместе откроем охоту на кого-нибудь из них. Мне кажется, это прекрасная возможность оценить свои навыки и прогресс. Не знаю, получится ли у меня. Это куда более азартное дело, чем обычные схватки с врагами. Думаю, тебе понравится. Актуальное объявление о наградах можно найти в фойе мэрии. А еще неплохо и поспрашивать играющих в режиме ПВП. Режим ПВП настоящий режим чуши на ГГО. Увидимся. ПВП-отряд может принимать задания на охоту, в которых требуется преследовать определенного игрока. Называемую целью. Эти цели далеко не всегда появляются в игровом мире в одиночку. Порой их сопровождают друзья. Готовы устроить на вас засаду. Поэтому цель стоит преследовать только когда вы будете уверены в своих силах. Ну ладно. Лифа. Приветик. Уже знаешь что-нибудь про медали? Знаю лишь, что они бывают. Их можно получить, когда оценивается твой стиль бой. Существует несколько видов, так что попробуй получить разные. Короче, это а-ля достижения. Привет, похоже, у вас хорошее настроение. О чем беседовали? О, привет, силика, как раз вовремя. Мы говорили о медалях. Чем больше группа, тем больше медалей можно собрать. Нам стоит как-нибудь этим заняться, силика. Да, я бы с радостью. Мы спины и будем очень стараться. Чирик. Это, кстати, я как раз хотела обменять свои медали на один предмет. Можно их обменивать? Да, медали можно обменивать на предметы. Но не только на предметы, еще можно обменивать медали на очки умений. Верно, набирать очки умений чрезвычайно важно. Так что не забывай об этом. Медали можно обменять в мэрии. Загляни туда, как накопишь медали. Выполняя определенные действия, вы можете зарабатывать медали, которые будут пополнять ваш счетчик медали. Когда этот счетчик пополняется, повышаются параметры всех членов отряда. Зарабатываете медали, вы также пополняете счетчик оружейных навыков. Это происходит, если вы изучили навыки, которые можно использовать при заполнении счетчик оружейных навыков. Слишком мало повторили про оружейные навыки. Нажмите сюда, для входа в меню выберите систему базы данных, чтобы увидеть медали атаки поддержки оружия. Сражаться еще интереснее, за них дают классные медали. Вы можете обменивать медали на предметы очки умений, поговорив с НИП в фойе мэрии. Получите как можно больше медалей в сражениях, чтобы запастись предметами, очками навыков на все случаи жизни. Ну ладно, как скажете. Так, а как мне открыть карту? Основные задания, дополнительные за... Основные задания целых... А, выполнен 4 в процессе 1. Хорошо. Я с кем-то еще не поговорил. Ладно, сейчас найдем. О, а вот и карта. Так, стойка сетевой игры, ПВП. Короче, нам к этой стойке нужно, я понял. И в фойе. Так, ладно. Ну давай, стойка сетевой игры. Прям просто миссия реального обучения. Эй, красотка. Я ведь многого не прошел. Просто дай мне свой телефончик. Мне ужасно жаль. Но я не могу выполнить этот запрос. Не можешь? Тогда давай выпьем по чашечке кофе. Здравствуйте. Как я могу вам помочь? А, она отлично изображает не на трогу. Но мне даже нравится. Эй, я не собираюсь сдаваться. Может, скажешь уже свой номер? Мне ужасно жаль, но я не могу выполнить этот запрос. Чем там Клейн занимается? У НИПов даже номера телефонов есть? Нейфан Винчи, может, притворимся, что мы этого не видели? Или просто пойдем домой? А, вы уже здесь? Ну что за дела? Могли бы и сказать что-нибудь. Воспит. Сказать что-нибудь было бы очень сложно. Правда, очень сложно. Что ты такой тут делаешь? Ну, вам, детки, о таком думать еще рано. Это, ммм, вы можете называть это общением между взрослыми. Разве взрослые подкатывают с НИПом? Ты идиот. НИП тебе точно взаимчиваемостью не ответь. Ты о чем? Если я повторю цикл тысячу раз, может запуститься событие. Тысячу раз? Слушай, в играх такое бывает? Вот видишь, Фан Винчи все понимает. Я поделюсь вам с вами секретом. Я расскажу вам кое-что про Эфинус. Их официальное название Система Эфинус. Эфинус это сокращение с искусственной финансовой ассистент. Понимаете, куда я клоню? Они занимаются деньгами и всяким таким. Это искусственный интеллектор им помогает игрокам управлять бюджетом и инвентарем. Ну, это, конечно, информация из старых рук. Я поговорил с этой милашкой уже 500 раз и запомнил каждое ее слово. О, 500 раз. Ты, наверное, шутишь. Конечно, бывает разный Эфинус. Тот тип, который у тебя очень редкий. Я тип Икс. Отличаюсь редкостью высоким уровнем интеллекта. По крайней мере, все так говорят. Так вот, тип А можно взять в аренду. Бывает, Эфинус может пригодиться на конкретном задании. Для этого и нужны. Есть еще тип Б. Их функциональность ограничена. Обычно их используют в качестве секретарей. Вот эта привлекательная девушка как раз тип Б. Да не даст она тебе свои личные данные. Особенно, если у нее функциональность ограничена. Замолчи. Я верю в чудеса. Тысячный раз обязательно получится. М? Знаешь, почему я так упорствую? Есть в Эфинус что-то невероятно притягательное. Но у тебя намного более интересный экземпляр. Не столько Эфинус, сколько легкомысленное создание. Эй, у меня тоже полно притягательности. Ладно. К чему был разговор весь особенно непонятным. Клянь, балбес, вот и всего. В сетевой игре в ПВП можно выбрать режим героической битвы. В этом режиме вы играете не за своего обычного персонажа, а за одного из героев Сао Фаттл Буллет. За каждым из них закреплены уровень снаряжения и умения. В героических битвах вся система игрового рейтинга. Докажите, кто лучше. Понятно. Здесь мы можем играть за других. Нет, подожди пока. Так, мне теперь нужно выбираться в фойе. Как мне туда выбраться? Наверное, вон там. Кстати сказать, а задания здесь тоже обычные можно взять? Это что такое? Это ничего. Вот реально не хватает бегать чуть-чуть побыстрее. Ну давай, швили лапками. Так, это магазин устройств. Устройства. Аптички, комплекты исцеления, гранаты и прочее. То есть, ну в принципе ладно. Магазин оружия. Это что такое? О, дополнительные задания. Охота на жуков игл. Охота на роботов-штурмовиков. А есть рекомендованный уровень 4. Охота на жуков игл. Так, мы взяли задание. Как его начать выполнять? Я пока взял одно. А, наверное вот сюда. Вот же телепорт. Куда хотите направиться? Пустошь уцелевших. Так, подожди. А, мы сейчас зайдем в задание. Дополнительные задания. А где их нужно? Популяция огромных скорпионов. Слушай, давай сразу возьмем все квесты. Чего я только один-то взял? У меня есть ограничения по заданиям? Интересно, нет? Эти все задания мы где выполняем? Гуманоиды. Короче, где только их искать? Что-то непонятно. Ну, давай. Я хочу уже пострелять. Я понимаю, что мне там нужно еще обучение пройти. Чтобы еще со всеми поболтать. Но уже 40 минут болтаем. Давайте постреляем, что ли. Уши спригана. Смешно. Повышение уровня. За победу над врагами получаете очки опыта. Накопив достаточно очков опыта, возвращаетесь в Глоккен. Чтобы повысить свой уровень. При этом не только увеличивается ваш запас очков здоровья. Вы также получаете очки настройки. Которые можно потратить на повышение любой шести характеристик. В ГГО вы можете быстро перемещаться в разные места, открыв карту в главном меню. На экране карты в списке мест выберите пункт назначения. Ну, понятно. Так. Со мной Куреха и Финнес. Ну, уже неплохо. Скорпиошки. Кстати сказать. А, кстати, я даже не посмотрел, сколько у меня осталось. А, патронов вон, вижу. Патронов еще много. Надо следить за ними. Мне нравится здесь графика лучше, чем была в трейлерах. Ну, в смысле, в геймплее, который нам показывали. Реально графика здесь получше. Я считаю, что вот прям выглядит игра для САУ просто отлично. Да ладно, Скорпиошки. Кстати, нормально отображается, сколько мы убили. С того или иного задания. Неоцененные предметы добавились. Но, я так понимаю, что карта, наверное... У меня есть, кстати... Ага. Карта, в принципе, небольшая. Хотел сказать, насколько она просторная. Кто там уже сражается. Ты что делаешь? Так. Тихо. Они третьеуровневые и довольно быстро подыхают. А он там четвертого уровня. А что делать, когда патроны кончатся, мне интересно? Глазная повязка? Серьезно? А я могу сейчас сразу ее одеть? Список друзей. Наверное, вот здесь, на себя. Снаряжение. Нельзя сменить оружие, пока оно перегреты. Или используется, пока загружаются данные. Аксессуары. Глазная повязка. Слушай, прикольно. Я сейчас на Фьюри просто похож. Что значит, пока они перегреты? А как мне узнать, что они не перегреты? Просто подождать? А, может быть, нужно его снять с руки. Аксессуары. Во. Так, снаряжение. Во, теперь, мне кажется, можно, да? Вот, у меня есть какой-то тоже пистолет. СПБ, ночное небо. Мы его нашли. У него размер обоймы поменьше. Полуавтоматический режим тот был автоматический. Масса 85. Точность B+. Точность одинаковая. Чипы памяти. Критический урон 1%. Шанс кита 1%. Патроны плюс 50%. Шанс автоматической перезарядки есть. Прикольно. Почему не могу его использовать? Требуется уловкость 3. Не хватает? Это самый простой. А почему не могу его одеть? Ладно, с этим будем разбираться потом. Так, ладно, пошли дальше. Мне интересно, сейчас хоть немножко еще постреляем, а потом уже продолжим. О, скерпиошки. Так, я, кстати, нечаянно выключил это, автоматическое прицеливание. Слушай, нифига себе, они 13 уровня, я только сейчас заметил. А вы что тут такие серьезные, ребята? Так, один есть. Зато прокачаемся. Во. Снова включили. В кого стреляем? Злая пчела. Ох уж эти злые пчелки. Только она какая-то что-то вообще никакая. Просто мясо. Ладно, пошли пока по этому краю. О, точно, у меня же есть этот чертов бардажный крюк. О. Элитный робот. Да, это, конечно, прикольно. Тихо, спокойно. Так, интересно, сможем ли мы его завалить. Или меня сейчас завалят, не знаю. Да е-мое. А если будем мы стрелять вот так? Есть ли какие-то повышенные повреждения, если мы стреляем четко в голову? Да ладно тебе. Ааа. Нифига себе, слушай, меня быстро нокаутировали. Меня воскресили. Тихо, 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 тихо. Хорош. Куреха, ты что тормозишь? Так. И стреляющая пуля. Ну-ка. Во. Есть такое дело. А как мне самому подлечиться? А мы видим его жизнь. Слушай, у него жизнь это еще, Матерь Божья. И он, кстати, в меня абсолютно тупо не может стрелять сейчас, да? Я тоже. Ну-ка. У меня патрон-то хватит его, говорит, грохнуть? Вообще, как бы должно хватить. Куда он побежал? Ну-ка, иди сюда. Он из-за укрытия почти вообще никак не может стрелять. Так, Эфинас, ты там опять померла? Почти помер. С него попал какой-то предмет. Ну вот, смотри, мы элитника завалили. Рапира? Прикольно. Так, все живые, нормально. Да, Эфинас, только что-то не это. Отлично. Ну, скажем так, робот особенно интеллектом не отличается. Тихо, тихо, спокойно. Но, в принципе, пока что довольно занятно. Надо будет потом еще раз все-таки попробовать на мышку все это дело сделать. Было бы удобнее целиться. Хотя, в принципе, может и так сойдет. Если я не соберусь быть снайпером, то вполне себе. Тихо, 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 тихо. Это кто тут? Так, а я могу сейчас вон туда переместиться? Почти. Ладно. Ну-ка. Ааа. Не получается. Опять Эфинас там помирает. Хотя вот искусственный интеллект, я вижу, особенно умом не отличается. Кто у тебя так? Задание выполнено. Смотри, мы какое-то задание выполнили. Хорошо. Так, а я могу запрыгивать вот на такие? Стоп. Да? Ну, типа того, ладно. Типа того. Так, у нас на карте даже что-то отображается. Отображаются враги. Здесь вот кто-то есть. Давайте его вольнем. О, вон. Тринадцатого уровня. Дядя моя. Тихо, спокойно. Да ладно тебе, скорпиончик. Ты бы хоть это... Ой, еще один вывалился. Давайте, давайте. Валим, 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 валим. Хорошо. Зато сейчас подкачаемся. Все мы его на элитника уже вольнули. Ну, ствол надо реально посерьезнее. Что-то довольно слабенький. Так. Куреха вообще нормально держится. А вот и финанс что-то прям помирает довольно быстро. Так, насколько большая эта карта? Я пока что не знаю. Мне там что еще? Нужно скорпионов, по-моему, вольнуть или еще кого-то? Сейчас мы ее зачистим. Нормально. Зацепили только какого-то здорового двадцати восьми уровня. Так, с ним, боюсь, сейчас будут проблемы. Как далеко он нас может преследовать? Не знаю. Короче, похоже, я погорячился, да? Мы на него нарвались. Все, я один остался. Валим, 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 валим. Тихо, тихо. Так, похоже, нам сейчас на кукурузят. Мне нужно добраться до своих. А я могу себя, кстати, как-то подлечить? Никак ведь не могу. Скорпиончики все, слиняли? Ну, надеюсь, что да. Так. Ладно, к этим скорпиончикам мы больше не полезем. О, курех меня подлечил. Спасибо. Так, ты. Он смотрел, не может здесь пролезть. Он побежал в обход. Смешные. Давайте, валите, валите, валите его. О, гранату кинуло. Куреха довольно сильная, я смотрю. Так, все нормально у вас там? Так, мне еще нужен какой-то робот-щит. Я не знаю, что это такое. Что-то пока так и не выпадает. Так, эти там отрегенились. Ладно. То есть они здесь сами по себе восстанавливаются. Так, и надо подумать, как отсюда вообще выходить из-за... Вот этого полигона. Блин, ну то скорпион, конечно, там что-то он слишком... Ну, 28 уровня, ну куда? Я тут элитника десятого-то, и то потребовалось время, чтобы... Так, давай подлечим, где у нас это? Хорошо. Никого тут не стало. Так, ну что, как-нибудь наверх залезем? Ну-ка. Ну да, короче, понятно. Пока что это все очень приблизительно. Так. Я не помню, по-моему, я вас уже здесь убивал. Пчелы, пчелы, смотри, толпой не летели. Прикольно, что после тактического кувырка... А почему я... Присел? Я даже не знаю, на какую кнопку я присел. Ну да, ладно. Так. Что у нас там дальше? Опять скорпионы и опять эти. Я хочу... Охота на робо-счетов. Кто такие робо-счеты? Я их не вижу. Это может вот этот робот-пулеметчик. А ты кто? Дрон с пистолетом. Пистолетом. Так. Тихо, спокойно. Так. У вас тут все нормально? Да вроде бы да. Короче, они регенятся, но не все. Я понял. Робо-счетов здесь больше нет. Я уже всех перебил. О, вон, смотри, а там что-то. Или ты мой оттуда пришли? Я не знаю. О-о. Боеприпасы, кстати, вроде бы сыпятся вообще нормально. То есть вот этот пистолет, считай, бесконечный смертный. О, я думаю, с кем они там сражаются? Они здесь, этих скорпионов, цепанули. 13-13 уровня. Панцер-скорпион. Предметы подбираются автоматически. Ладно, окей. Так. Все нормально? Так, что это такое? Командный пункт. И как его активировать? Бог его знает, да? Не, в принципе, сами перестрелки реально нормальны. То есть пока у меня к игре особых претензий нет. Ну, конечно, пока не начались боссы и какого рода будут задания здесь идти. Пока как бы нормально, ладно. Вот эти почему-то постоянно регенятся. Ой, не то. Так, кто такие? Штурмовики, да? Штурмовики это фигня. Кто в меня попал? Что происходит? Чем-то цепанули. Жук игла. Давайте мы сейчас отойдем отсюда подальше от всех вот этой вот мелочи. И, наверное, будем отсюда вываливаться. Какие-то задания я уже выполнил, уже хорошо. Получен статус двойное убийство. Тихо. Все хорошо. Куда я вообще иду? Вроде бы я иду правильно. Ну да, мы отсюда появились. Выход там же, где и вход? Пустоши уцелевших. Перейти? Да. Возможно, из локации есть еще какой-то выход. Ну, пока что так. Я просто хотел посмотреть. Эм, получено аксессуаров 1, получено оружие 4, получено 103 материала и куча всего прочего. Ну, окей. Поздравляем, общая сумма призов превысила 25 тысяч кредитов. Ваша награда 12 500. И я просто получил с места шестой уровень. Куреха получила 19. И Синус тоже шестой. Ну, смотри, мы просто на одной локации побегали, постреляли, получили 4 уровня. Почему бы и нет? Чуть привыкнуть к управлению, и вообще будет замечательно. Но я, правда, не понимаю, почему у меня мышка не работает. И в настройках. Я, конечно, сейчас еще после записи серии еще раз попробую, но тем не менее. Боже мой, уже почти час прошел. Время тут летит. Ну, понятно, мы полчаса у нас этих разговоров тут было. Это понятное дело. Можно со всеми поговорить. Надо найти будет мэрию, кстати, сказать и сдать задание. Ладно. Давай сейчас как-нибудь тут встанем. Во. Нормально. Все. Давайте на сегодня закончим. Это было здорово. Спасибо всем, кто меня смотрит. Обязательно подписывайтесь на канал. Ставьте лайк. Давайте всем спасибо. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok